Единая Россия считает расшатыванием ситуации предложения выделить часть ФНБ на помощь гражданам России и для борьбы с кризисом. Первый замглавы Единой России в Госдуме Андрей Исаев выступил против идеи израсходовать средства Фонда национального благосостояния в полном объеме на выплаты для преодоления последствий пандемии, связав такие предложения с желанием расшатать ситуацию в стране. «Оказывая необходимое давление на власти, на работодателей, чтобы защитить интересы трудящихся, мы должны одновременно давать отпор тем, кто пытается использовать нынешние трудности для расшатывания внутриполитической ситуации в России», — заявил Исаев на Всероссийском интернет-совещании профсоюзов. По словам депутата, некоторые политические силы используют естественное недовольство граждан, которые вынуждены находиться на самоизоляции и у которых падают доходы для борьбы против нашей страны. Речь идет именно о предложениях в ближайшие месяцы фактически потратить весь ФНБ. Такие предложения звучат от разного рода политиков. Есть политики, которые предлагают потратить 10 триллионов рублей. Это почти полностью объем ФНБ, — пояснил Исаев, не называя фамилий. Депутат указывает, что, по мнению многих экспертов, финансовые кризисы в мире могут растянуться не на недели, не на месяцы, а на несколько лет. В связи с этим, отмечает Исаев, если Россия за несколько месяцев в полном объеме израсходует свои резервы, то затем ей придется обращаться за кредитом к Международному валютному фонду. «По опыту 90-х годов мы знаем, что это такое. Это значит, что России будут выдвинуты экономические, социальные и политические условия», — сказал Исаев, подчеркнув, что допустить таких последствий, безусловно, нельзя. По данным Минфина России, объем Фонда национального благосостояния в марте 2020 года вырос на 4,5 триллиона рублей и на 1 апреля достиг почти 13 триллионов рублей. Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Минфин в 2020 году потратит на поддержку российской экономики около 2 триллионов рублей из ФНБ. По словам министра, объем средств направленный на сдерживание распространения коронавируса и сглаживание последствий для экономики составит около 3% ВВП. Общий объем фискальной поддержки населения отдельных отраслей сфер деятельности российской экономики оценивается более чем в 6,5% ВВП. Он также заявил, что России в этом году придется существенно нарастить заимствование, чтобы покрыть выпадающие заграничения, связанных с коронавирусной инфекцией, доходы бюджета. Более триллиона рублей дополнительных средств заимствований пойдет на выпадение ни нефтегазовых доходов, сказал министр, отметив, что бюджет в стране в нынешнем году окажется дефицитным. По словам Силуанова, в 2020 году Минфин потратит 2 триллиона рублей с Фонда национального благосостояния на замещение нефтегазовых доходов бюджета.